Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прихождение, избавление». Ни на какой праздник так весело и радостно не звучат во всех храмах колокола. Звон колоколов знаменует нам о духовной радости верующих, о победе над врагами для нашего спасения. Пасха Христова – это есть праздник для всех. Очень красивые слова говорит наш великий учитель церкви, сетитель Иоанн Златоуст. Он говорит, что Пасха – это праздник для всех. И для тех, которые постились, и те, которые не постились. Праздник, конечно, радует всех нас. Он всем дает возможность исправиться и жить благочестиво. Православие – это одно из флагманов нашего народа. А в православии пасхальные праздники – это частичка того сохранившегося святого, что есть в душе каждого-каждого. Я бы хотела в этот красивый солнечный день поздравить всем, красиво встретить эту Пасху, красиво провести все пасхальные праздники и дожить в крепком здравии до следующих пасхальных праздников. Как и любой большой праздник, на светлое Христово воскресенье приходится много обычаев и традиций. Светлый праздник Пасхи все любят еще с детства. Он освящен солнцем и каким-то особенным теплом. Это самый долгожданный, наверное, праздник. Я обожаю Пасху. И мы все радуемся этому дню. Как справляете этот праздник? Ну как? Пчем? Пасху. Красим яички – символ крови Иисуса Христа, который разлилась. Стараемся праздновать самое большое воскресенье в году. Этот праздник. Ну, как обычно, мы встречаем в Пасхе всеми своими родственниками. А родственники мои – дети, невестки, внучки. Все наши. Есть день у нас, в который они приходят, и мы празднуем вместе Пасху встречаем. Традиционно, как и все, идем, ходим в церковь, готовимся к этому делу. Я, правда, пост не держу, если честно. Я сам, как бывший военный, еще в каких-то таких времен, меня так научили, что, в принципе, для военных и людей больных – это необязательно. Главное – это внутреннее, где такое очищение. И если я чувствую, что внутреннее очист, дышать чище – это самое главное. На всей земле люди готовятся к земным праздникам. И тем более нужно готовиться к такому событию, как Пасха. Внутренняя подготовка заключается в борьбе путем покаяния с грехами, осознании и преодолении их. И тогда действительно Пасха – это радость, это награда человеку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!